Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 14 декабря в Москве в общественной палате РФ в рамках пленарного заседания прошел круглый стол «Комплексное развитие моногородов. Пять шагов по благоустройству городской среды», участие в котором принял глава администрации Борис Беляев. В рамках мероприятия представители экспертного сообщества, члены общественной палаты РФ, представители руководства моногородов обсудили координацию и продвижение программ поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест и обеспечение финансовой и экономической стабильности в регионах РФ, реализацию государственно-частного партнерства, решение проблем привлечения федеральных и местных инвесторов в проекты развития. Руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирины Макеева подчеркнула, что тема моногородов обрела новый статус и названа одним из 11 приоритетов, определенных президентом РФ. По ее словам, отдельно созданный Совет по стратегическому развитию также утвердил статус моногородов как приоритета, а 30 ноября Дмитрий Медведев одобрил паспорт проекта и утвердил ключевые показатели, которые участники мероприятия обсудили в ходе круглого стола. Кроме того, на мероприятии рассмотрели вопросы, касающиеся изменения подхода к жилищному строительству и принципу благоустройства в моногородах РФ, разработки новых стандартов формирования общественных пространств и комплексного благоустройства городской среды, повышение экономической доступности жилья, в том числе через строительство арендного жилья в России. Также в рамках рабочего визита в Москву глава администрации Борис Беляев встретился с руководством Ассоциации индустриальных парков России. В результате встречи достигнута договоренность об оказании всесторонней поддержки Ассоциации при создании на территории города Кумертау индустриального парка Воротыновский, а также в вопросе поиска будущих резидентов для индустриального парка. 13 декабря в Кумертау впервые состоялись четвертые епархиальные рождественские чтения на тему 1917-2017 уроки столетия. Целью мероприятия стало привлечение внимания общественности, государственных и конфессиональных структур к многовековому наследию российского народа, к истории и культуре, образованию как мощным средством объединения сил общества в возрождении и поддержке традиций патриотизма, укреплений традиционной семьи и российской государственности. Почетными гостями торжественной церемонии открытия стали епископ салаватский Кумертауский Николай, имам Ухтасиб города Кумертау Кургазинского района Салават Хазрат, председатель совета городского округа города Кумертау Олег Астахов, председатель совета по государственным и межконфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслав Питков и депутат государственного собрания Курулта РБ, председатель собора русских Республики Башкортостан Виктор Пчелинцев. Мероприятие продолжилось с работой восьми различных тематических секций, рассчитанных на аудиторию разного возраста. В 2016 году Кумертауский детский дом, единственный в республике воспитывающий детей дошкольников, отметил свое 60-летие. Почетными гостями праздника стали руководство города, шефы, руководители организаций и предприятий города, ветераны и выпускники. Глава администрации Борис Беляев в своем поздравлении отметил, что это учреждение уникально, а коллектив делает все, чтобы создать воспитанникам самые лучшие условия для развития и роста. С поздравлениями также выступили начальник отдела охраны прав детства и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образования Республики Башкортостан Татьяна Хурсан, ветераны и выпускники детского дома. В завершении состоялась торжественная церемония награждения лучших работников детского дома, а дети показали театрализованное представление, которое никого не оставило равнодушным. В данный момент на площади Советов продолжается строительство новогоднего ледового городка. Эскиз разработан главным архитектором администрации совместно с МУП «Градостроитель» и дизайн-студии Дмитрия Попова, а воплощают проект «Жизнь» рабочие РЭУ, предприятия и организации города. Кроме главного ледового городка, ледовые площадки будут построены в селах Ира и Маячный, в парке коммунальников в микрорайоне Восточный и в микрорайоне Привокзальный. 25 декабря в 19.00 состоится открытие главной елки на площади Советов. Уважаемые горожане, в Кумертау стартовала акция «Банк идей». Ее цель – сбор идей, предложений и инициатив горожан по благоустройству городской среды. Самые актуальные и интересные идеи будут реализованы. Используйте свой шанс поучаствовать в благоустройстве родного города. Свои предложения вы можете внести в специальную форму на официальном сайте администрации города. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 17 декабря в 11.00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоится открытие турнира на призы главы администрации по дзюдо. 19 декабря в Агентстве по развитию территории откроют Центр делового развития. В 15.00 в ДК «Рассвет» пройдет финал городского конкурса «Педагогический звездопад». 25 декабря в 19.00 на площади Советов состоится открытие городской елки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин